Так выглядит парк после масштабной рубки деревьев в сентябре 17-го. Тогда в целях санитарной очистки было спилено около 100 растений. Некоторые, как выяснилось, срубили незаконно. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Меньше года назад территория Изумрудного парка была усажена деревьями, а их кроны смотрели высоко в небо и радовали посетителей. А сегодня количество тополей и кленов уменьшилось в разы. По словам местных жителей, их вырубка продолжается и по сей день. И некогда любимое место отдыха барнаульцев превратилось практически в пустошь. Они вырублены. Понимаете? А посадить будут? Вот вопрос. Вы посадите или нет? Или вы собираетесь строить здесь дома? Вот сейчас все же жалуются. Жилой комплекс или торговый центр вместо парка. Если такое все же случится. Преступление против людей, говорит Василий Миронов. Сюда подышать полной грудью он приходит с самого детства. Теперь компания ему составляет маленький Сережа. Где вот гулять с ребенком? Это историческая цель. Где с ребенком гулять? Я иногда вконтакте смотрю старые фотографии, которые сделаны здесь же в парке. Честно говоря, сердце кровью обливается. А сердце обливается кровью практически у каждого посетителя парка. Ведь в Изумрудной идут погулять с детьми, покормить голубей, подышать свежим воздухом и просто отдохнуть. Здесь выросли и наши отцы, и деды. И вот ребенок вырос здесь. По словам горожан, спиливать деревья начали около месяца назад. Правда, арендатор парка Владимир Фишер данный факт полностью отрицает. С осени вообще ничего не вырубаем. И никаких работ по вырубке мы не производим. Либо нам сейчас что-то там пытаются нас дискредитировать, скорее всего. Не вырубают, но и не садят. Правда, как заверил нас арендатор, высаживать деревья планируют осенью. Также он сообщил, что на днях заключил с новосибирской компанией договор о создании проекта парковой зоны. Зазеленеет ли вновь чистое поле или на месте городской достопримечательности появятся каменные джунгли, покажет только время. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.